Сегодняшнее наше обсуждение, как всегда, связано с философией науки и техники, то есть с тем, как у нас происходит становление и развитие нового знания. В связи с этим очень хотелось бы поговорить о личности Трофима Денисовича Лысенко, посмотреть, насколько он был, как сейчас принято считать, просто безграмотным человеком, можно сказать, аграрием, который боролся в сочетании генетики и его деятельности, как говорят нынешние биологи, мы обязаны тем фундаментальным оставанием советской биологической науки от мирового уровня. Это вещь совершенно серьезная, потому что я когда-то пытаясь образоваться по молекулярной биологии и экстологии открывал учебники, и многие из них начинались с главы борьба Лысенко и его сторонников против весьма низмом организма, то есть генетики, это сталинское время, гонение на генетику. Вот это. И они объясняют, притом в настоящий момент это все выглядит чрезвычайно образом неубедительно, потому что Лысенко был снят с должности председателя Восхнил, то есть Академия сельскохозяйственных новостей, первый раз где-то в году 56-м, я точно не помню с одной стороны. В это время, например, мы понимаем, что в Китае вообще никакой нынки не существовало. За это время у нас в биологии как осталось в элементарном состоянии российской биологии, так она не прибывает на сегодняшний момент. Никакого прогресса там нет, а в это время китайцы по количеству публикаций, наверное, биологических журналов, цитируемых, обошли нас раз в 100, если не в 1000. То есть люди за буквально 20 лет сумели построить собственную биологическую дисциплину очень большую, а наши, несмотря на то, что Лысенко уже давно его нету, по-прежнему пытаются свалить все это дело на Лысенко, и тем не менее никакой биологической нынки не возникло. Есть мнение, что все происходило прямо наоборот, что историю пишут победители, что, скорее всего, действительно были у нас передовые исследования очень высокого уровня под руководством Лысенко. И как раз люди, прикрываясь генетикой, победили в этой борьбе при поддержке Хрущева, победили в этой борьбе, и в результате смотрели на Лысенко все самое хорошее. Что все прямо как бы наоборот. То есть Лысенко – это выдающийся ученый биолог, а его противники – это толпа безграмотных идиотов. Реакционеров, да? Да, реакционеров. Возможно, что истина находится где-то посередине. Возможно, что правы и те, и те не правы в обе стороны. Но в том числе я хочу обратить ваше внимание, что, по-прежнему, термин Лысенко является нарицательным. Типа «Потемпинские деревни». Сейчас же в мире является термином «Потемпинские деревни» нарицательным. Хотя говорят, что все было нормально. То есть реально хорошим термином. Лысенко тоже нарицательный термин. Когда говорят, что хотят при помощи власти организовать какое-то гонение на прогрессивные научные дисциплины, говорят, Лысенко вчера. То есть гонение власти, опираясь на каких-то безграмотных колхозников, типа Лысенко. Но, к счастью, это немножко они правы, потому что человек, например, говорят, научился читать в 13 лет. Потом он поступил в институт сельскохозяйственный и учился на агронома. У него появились определенного рода всевозможные научные интересы. Он кое-что сделал и потихонечку дорос до должности председателя Академии сельского хозяйства, директор института генетики, секции генетики, восхранил и так далее. «Дорос через научное или через политическое?» «Потивники говорят, что через политическое. А другие говорят, что он до научной ситуации дорос. Важно понимать, что несмотря на то, что его подлинают и так далее, что он все эти годы не был членом партии. Не был членом партии. Он был лауреат и государственных, и сталинских премий, и герой статистического труда, но при этом он не был членом партии. А его оппоненты, скажем, рапорта известен рапорта, после известной сессии его слил, он из партии считается, что вышел. То есть он был коммунистом. То есть его оппоненты были коммунистами, а он коммунистом не был. Большой вопрос. «Ну, я могу сказать, что в этом ничего особого особого нет, потому что я буквально смотрел вчера блокаду сериал. Там в одном из эпизодов военный в звании генерала вступал в партию. Что-то мне было очень удивительно, потому что дослужиться до звания генерала и не быть партийным. Мне казалось, что в 1941-1942 году такого быть просто не может. Тем не менее, факт такой существует, что человек не был коммунистом, при этом занимал высочайшие должности, был, грубо говоря, он руководил всей аграрной политикой, возглавлял аграрную всю политику, как бы так в стране. Значит… Каким образом, если он занимался аграрной проблемой, тематикой, таким образом связанной вообще с биологией в принципе, с биологией, с микробиологией и… То есть это вообще, в некотором смысле, отдельная ветвь науки. Как, может быть, он, будучи начальником агрария… Да, агрария тем же тем, что он отвечал за появление новых войскопродуктивных сортов и за много чего другое. Ну давайте… Я, значит… Есть, как бы, некая противоположная точка зрения, очень жесткая. Она изложена в известном и блестящем романе Владимира Дуденцева «Белые одежды». Те, кто его читал… Я его читал 17 лет, больше не перечитывал. Но на те времена он произвел очень большое впечатление на меня. Там под видом Лысенко, там какой-то другой академик выглядел, хотя Лысенко сам существует в этой самой ситуации. Значит, есть хорошие генетики, которые занимаются развитием… Агрария… Развитием новых сортов всевозможными, ставят эксперименты андрозофилов, и есть мракобесы коммунистические, под руководством какого-то безграмотного академика, которого легко узнать от Трофима Денисовича. Но он получает новые сорта только тем способом, что ворует их у генетиков. Украдет всех остальных, он умучает в лагерях где-либо еще, припишет их открытия себе, и таким образом… Они хорошие, чистые, светлые люди. То есть вот мое впечатление после Дуденцева было вот именно такое, хотя я говорю, что прошло уже четверть века, наверное, стало… Ну и фильм снят такой тоже достаточно. Да, сериал есть такой известный достаточно. Он, значит, очень интересно в этом смысле облик самостояния Владимира Дудинцева, кто он такой. Как ни странно, он оказывается выпускником юридического факультета, то есть с биологией он не имеет никакого отношения. Воевал, был тяжело ранен и работал прокурором в Сибири. После этого он работал опять на идеологической ниве, он работал этим садковым комсомольской правды. То есть он юрист, прокурор, скорее всего воевал, надо проверить, и, скорее всего, в войсках МКВД тогда получается, в основном есть. И после этого он пришелся ко двору. Тогда было модно разоблачать сталинизм, и он начал его активно разоблачать. Разоблачал, разоблачал. И написал, в конце концов, вот этот роман «Белая одежда». Тут времена изменились, хрущеву скинули, появился Брежнев, и до новой волны разоблачения сталинизма, его роман «Белая одежда» он лежал в Туне. И в 1887 году он был здесь у нас опубликован, вызвал много-большое количество шума и так далее. И интересы опять к личности Трофима Денисевича Лосенко. Значит, давайте смотреть, что человек сделал и что ему прописывало. Важнейшие его достижения. Например, у нас до середины 30-х годов не было технологий промышленного производства каучука. Да? То есть для того, чтобы сделать резину, нужен был вот этот сок каучконосов каких-то. То есть он выращивался как... Ну, каучконосы выращивались где они могли. В основном они выращивались в Бразилии. Но у нас тоже был так называемый коксогрыз. И он занимался тем, что он в средней полосе России укреплялся этот коксогрыз прижить, привить. То есть не привить, а его вот здесь сейчас постановление. То есть появились посадки коксогрыза, и каучконос начали возделывать в средней полосе России. В результате Россия тогдашняя, отрезанная от мировых рынков каучконосов, в первую очередь бразильцев, получила свой источник резины. Это же очень важно, иметь собственную резину. В середине 30-х? Да, до середины 30-х. В середине 30-х, не помню в каком, впервые в Ярославле, опять-таки выдающиеся достижения сайонских соколов, научились первые промышленные изготавливают резину промышленным способом, то есть химическим. Постолье зовут? Ярославский шин издоминили. Ярославский шин издоминили. Ярославский шин издоминили. Ярославский шин, да. Ну или-то где-то там. Вот у Ярославля. Это первое, это было дающее достижение. Понятно, что после этого коксогрыза, уже его значение сильно упало. Но надо понимать, что посадки коксогрыза, то есть в средней полосе России, возможность его здесь автоматизации, это целиком заслуга группы Лысенко. Откуда название такое интересное? А он где-то в Средней Азии растет, где-то коксогрыз. А как-то приводится, нет? Коксогрыз. Да я и думаю, что такое название смешное. Нет, просто, по-моему, типичное среднеазиатское название. Коксогрыз. Коксогрыз? Да. А Коксогрыз? Я этого никак не мог найти нигде. И утверждается, что ему удалось резко, 4-5 раз повысить урожайность проса при помощи введения новых культур, новых сортов проса именно. Он является инициатором того, чтобы запасы проса были в Госхане, хранились, ну, то есть были в Государственном резерве. И для нас проса, которого накопили очень большие запасы накануне Второй мировой войны, они сделали для нас, ну, были в рационе любого красноармейца, и многому помогали спасти людей от голоса. Сколько лет ему было на момент, там, в данном году? Ой, как-то немного. Где-то, наверное, 30. 30, да, 30 с небольшим, 35 где-то. То есть он по возрасту не воевал во Второй мировой, да? Ну, как он мог во Второй мировой воевать? Он был главой всех агрономов, грубо говоря, всей страны. А, нет, он уже жил во Второй мировой. Он первый не воевал. Нет, да. То есть там дальше была еще следующая громадная проблема. У нас то, что во время войны у нас забрали всех механизаторов, то есть трактористов, танковые войска в армию. В результате и танки, и тракторы тоже забрали. В результате техники в колхозах сильно не хватало. Лысенко предложил следующее предложение. Сеять пшеницу по стерне. Что такое стерне? Это означает, что когда вы собираете урожай, у вас осталась такая вот эта щетка. Вы срезали верхушки, она у вас осталась. Надежда состоит, что вы накидаете туда эту пшеницу, да? После этого у нас окажется слой снега, он защитит ее, и она спокойно порастет. Порастет, и следующий год вы опять соберете уважение. В чем здесь выигрыш? О тем, что вам не надо заниматься пахотными работами, если возможно. Это было очень важно. Говорят, что вот, это глупость, это стерна, что там есть какие-то дефекты. Он их сам перечислил, когда я это предлагал, перечислил. Ну, первое, его дефект состоит в том, что ты не борешься со сорняками. В конце концов, если ты будешь долго сидеть по стерне все время, сорняки это дело съедят. А когда ты припахиваешь, то ты увеличаешь корневую систему сорняков, да? Вот такая. Во-вторых, у тебя одна и та же культура изымает одни и те же питательные вещества, поэтому долгая эксплуатация семьи по стерне, она невозможна. Ну, это было, наверное, где-нибудь воздействие? Ну, нет, он то, что это предлагает. И урожайность была очень маленькая. Я так посмотрел, они там брали, у них было где-то по Сибири четыре с небольшим сантиметров с гектара пшеницы, а им на этом деле 2,8. Но, опять-таки, Сталин об этом отмечал. Вот это его приложение по стерне, оно позволит спасти сотни тысяч человеческих жизней, да? Почему? Потому что, действительно, техники нет, механизаторов нет, и несколько лет ты можешь на этом деле провожаться. Потом это будет уже невозможно. Тебе надо опять распакивать, делать пар и так далее, то есть, чтобы земля отдыхала и всякое прочее, сорняки порастут. Но, тем не менее, это вот несколько лет вот такой жизни, они тебя спасут практически без обработки. Да, в кратической ситуации. Во время Второй мировой войны, в Великой Отечественной, его вот это приложение, оно помогло спасти сотни жизней. Очень важно понимать, что эта самая стерна потом она воспользовалась еще в один раз. Вот, например, когда Хрущев выгнал с поста председателя Воскрим, президента, да? Президента, да? Это происходило почему? Потому что была новая программа про вспахивание целины. Лысянка выступил резко против. Почему? Потому что он считал, что если мы начнем пахать степь целину, то через некоторое время мы снимем урожай, один, два, три года. После этого там начнутся пыльные бури, и у нас количество урожая резко упадет. То есть тонкий слой будет ссовым. Что и произошло. Что и, в общем-то, произошло. После этого вернули его Лысенко на эту должность. Прямо представили. Что он здесь в этой ситуации предложил? Чтобы не сдувало. А он предложил опять сеять по стене, но только обрабатывать ее плугом. Но плугом не таким, который переворачивает пласты, а плугом, который просто проходит и разыгрывает землю. То есть стена у тебя в защитной части остается, но у тебя вот этого выворачивания не происходит. Никакая пыльная дурь, это дело не... То есть типа граблей, да? Да, что типа граблей. То есть у тебя краневая система, сама вот, которая не дает этому плодовольному условию исчезнуть, она у тебя не разрушается. Это все равно было не очень оптимально, но тем не менее, после первых побед вот этих хрущевских свиней, после того, как начались пыльные бури, это позволило резко улучшить ситуацию. Вот. Потом еще во второй мировой войны была следующая ситуация. Картошка, второй хлеб. Он предложил сажать картошку верхушками. То есть брали клубень картофеля, тот, где находятся вот эти роски, его связали, нижнюю часть употребляли в пищу, а верхнюю сажали. И считалось, что он так прорастет. Он действительно прост стал. Более того, он оказывался... Возьмите даже лучшим вариантом. Почему? Потому что таким образом на прорачивание шли самые лучшие здоровые клубни, которые люди употребляли в пищу. То есть это вот тоже, эта ситуация тоже, скорее всего, Сталин по этому поводу ничего не говорил. Но она тоже посадкой верхушками клубней позволила спасти, опять-таки, сотни тысяч человеческих жизней приема второй мировой войны. Вот. Много было еще разных вещей. Не все они были сделаны. Ну, в том числе он предложил ситуацию так называемую гнездовую базу этих лесозащитных полос по югу России их создавать. Не просто там, как их сажали пораньше. Он предложил так, чтобы они сажали, например, дубки таким образом, что они не вымирали. И он, слава Богу, тоже до того счастливого момента, когда уже при Урежнево все его вот эти лесополосы, лесозащитные сооружения в центральной полосе начали вырубать и опять распахивать. Ну, почему это люди сделали? Потому что нужны были новые пахотные земли. И считалось, что эти лесозащитные полосы многочисленные, лесопосадки средней полосе и степи, они отнимают процент паши. На самом деле они, полоселька, выполняли важную защитную функцию. Как он говорил, лес и соисхозяйственная культура являются союзниками в борьбе со степью. А степи, то есть травяные травы, являются их врагом, то есть они пытаются все время съесть. И действительно, после того, как при Брежнево это дело уничтожили, у нас действительно качество земель над черноземным югом России сильно упало. То есть он до этого дожил, то есть то, чему он посвятил свою жизнь, то есть созданию системы лесозащиток, при нем вот она была вся распахана и уничтожена. Это что касается с точки зрения… Мы видим на самом деле, то, что только что я вам перечислил, это не имеет никакого отношения к микробиологии или чего-либо еще, но видим, что на самом деле человек является выдающимся. То есть это человек, идея которого и что-либо еще спасли буквально во Вторую мировую войну сотни тысяч человеческих жизней, он много чего даст. И это скорее идея агронома, а не идея ученого. Но он агроном, научный, это ничего не есть. А почему есть генетика тогда? Почему он считает, что генетики выявил? Почему? Генетика, зачем он добил генетику? Да я об этом расскажу сейчас. Сейчас я расскажу об этом. Потому что он не ничего не генетика. Я еще, чтобы об этом… Да, гипотезис стоит, что он великий агроном, это уже когда я к людям приводишь эти факты, я говорю, да, он великий агроном, но он в генетике ничего не понимал, зачем оно было и так далее. Я покажу, что и в микробиологии он понимал достаточно много. Это тоже очень будет забавно. Я, чтобы заканчивать вот это агро… мое агро-введение, чем он занимался, мне хочется сказать, вот совершенно случайно, я наткнулся на совершенно чистой воды гения, то есть Лукьянин Капелло Пантельмоний, еще кем я же звали. Он тоже академик восхнил, жил с 1901 по 1973 году. Значит, он создал очень много всевозможных сортов, и в первую очередь такой сорт, как Безостая-1. Вот этот сорт. Какой? Безостая-1. Безостая-1. А что? Сорт пшеницы. Что? Сорт пшеницы, который давал порядка… Созданного, страшно сказать, в 1959 году. Он у нас на станциях по Кубани давал 70 сантиметров гектара. Я только что приводил к Сибири во время войны, люди боролись от двух целых с лишним до восемь. Вот у нас урожаясь в Казахстане, до сих пор на этой цене, в большинстве областей где-то четыре, тридцать неразгектара. Чтобы цифры понимали, да? Да нет, ну там было… Кольки-11. Десять-одиннадцать – средняя цифра, лет тридцать-сорок там у нас. Да, десять-одиннадцать. Когда десять-одиннадцать они, а вот одиннадцать в прошлом году были. Это считается хорошим результатом до сих пор в Казахстане. У нас считается, что где-то по югу, где-то в районе двадцати-тридцать сантиметров гектара. Ну, а зимы и больше. А зимы и больше, яровые культуры с пшеницей меньше. Два года назад во Франции был неурожай. Шестьдесят тридцать сантиметров гектара. Вот в этом году Великобритания, она же не самая городная страна, средний урожай на семьдесят девять сантиметров гектара. Я тоже считал, что на Западе, в пятьдесятых, шестьдесятых годах, произошла революция. Она позволила поднять резко производительность труда. И поднять средний урожай очень сильно. То есть десятка, там, буквально до семидесяти. И вот своим удивлением смотрелось, что, например, вот этого сорта пшеницы, что семьдесят сантиметров гектара, оказывается, было достигнуто советскими агрономами аж в пятьдесят девятом году. Выведем был специальный сорт. Этот сорт, действительно, как и другие сорта, созданные у Лукьяненко, они были революционными. Но это на опытных делянках. На опытных делянках, безусловно. Но это не промпроизводство, а опытные делянки. Вы все равно смотрите, у нас тогда не было эффективных удобрений, у нас не было эффективных пестицидов, у нас не было нужной техники для эффективного разрабатывания земли. И они показывали для пятьдесят девятого года выдающиеся результаты. То есть я хочу сказать, что… Так этот сорт получен кинетическими исследованиями или вот мишуринскими методами? Кинетическими исследованиями еще ничего не получится. Чего получено кинетическими исследованиями? Ты говоришь о каком-то сорте. Объясняешь просто, что это? Он получен. И Лукьяненко Павел Патеремонович, один из немногих людей, которые даже во время гонений над Лысенко не отрекались никогда. Он всегда говорил, что его сорта или его деятельность основана на работах и гипотезах Лысенко, ну и мишурин, разумеется. Ну известно, да, что мишурин. Сломал ногу, свалившись с клубники, да. Ну вот. Такая вот вещь. Это… Такая вот вещь. Я хочу понять, что нам сейчас очень не странно на это смотреть, но то, что для пятьдесят девятого года, подобного рода сорт с такой дикой уважаемостью, был создан советскими, можно даже сказать, сталинскими агрономами, остальное уже тогда я не был в живых. Это, конечно, будет очень удивительно. Так. А вопрос можно? А откуда то, что пересеслял про агрозаслуги Лысенко и про уничтожение лесополос, я, честно говоря, никогда не слышал, что это приближнее уничтожение лесополос? Да, да, да. Взял, взял. По какому источнику это? Статья… Статья попадалась. А? Была статья. Нет, ну… А что это статья? Чья… Не помню, чья… Попадались у меня статьи в интернете. А, то есть непонятно… Есть, на самом деле, большой сборник статей, посвященный деятельности Лысенко. Есть специальный сайт на его удовлетворительную ссылку. Там уже даже в конце к этому приведу. Там большое количество иностранных ученых, чем они занимаются. Вот. Это… Мы пытаемся говорить о нем как о агрономе. Теперь мы постараемся понять о нем как о генетике. И еще раз напомню. Он был директором Института селекции генетики во СМИ. То есть он генетик. В белых одеждах мушка Дрозофила, которая садится, у кого-то там на плечо или куда-то еще, выглядит как компромат на человека, да? Компромат. Они это очень боятся. Это означает, что здесь проходят генетические исследования. Ответ. Генетические исследования были… Крупнейшие из российских ученых в коллекции Дрозофил была Лысенко. Крупнейшие. Вот. Более… Ну, здесь был еще, правда, такой выдающийся деятель. Меллер. Он был лауреатом Новгородской премии по биологии. Больше всего он знаменит тем, что он был родным братом Русского Легуина. Замечательного брата этого. Он фантаста. Он, значит, был левых взглядов и сбежал из Америки через его опробу в Советский Союз. Сталина. В том числе ему принадлежит замечательный проект по поводу оплодотворения советских женщин с первой членом полюбюро. Ну, для того, чтобы, как он писал, вылечить более трансцендентных… людей более трансцендентных… …потомства, то есть людей, способных трансцендентной деятельности. В качестве таких эталонов или способных трансцендентной деятельности он… Он набирал… Он набирал… Он был антифашистом. Он был антифашистом. Был Ленин и… Ленин и Эдарова. Ленин и что? Немцы-то на этом же основывали то же самое, свою идеологию о том, что… Он был с большим сторонником… Женщины должны выходить замуж за чистых авицев, чтобы им не… Ну, типа этого… Ну, нет… Здесь… Члены партии за чистые авицы… Здесь было как бы проще совсем. То есть у нас были выдающиеся представители партии, чего-либо еще. И надо было просто провести такую операцию по их… Пастуха из-за чего? Вот так… Здесь… Ну, после этого он… Он же назывался на генетике. Он назывался… Нет… То, что он возглавлял Лосинкому, назывался не генетикой, а, а это… Селекция генетики. Как… Как генетика? Сначала его возглавлял Вавилов. После того, как Вавилов, значит, он был его заместителем. И Лосинкому наслаждения на институт. Если сама по себе генетика была запрещенной наукой… Генетика не была запрещенной наукой. Это неправда. Я как раз хочу сказать следующее – Генетика не была запрещенной наукой, но у них была следующая вещь. Существовало две группы биологов. Первые биологи были светочные воскнил, они занимались конкретными работами, то есть выращивали клубнику, с которой можно было упасть и сломать ногу, там, новые сорта, например, безострые Агин, Кавказ, там, так называемые сорта. Ну, то есть, ну, почувствовали с классическим размножением на основе идеи Мичулина, там, Кокса-Грис. И была академическая рука, она была в основном в университетах. Ну, в Московском университете, Ленинградском университете. Они использовали идеи Вейсмана и Моргана, основанные, в первую очередь, на Менделе. Их практические результаты отсутствовали полностью. Их не было вообще. Вот в фильме якобы там вывели какую-то картошку там. Да, да, картошку. Ну, в смысле, в этом романе. А там еще рассказывали, что там Лысенко, что какой-то сорт там вывели замечательный. И ты знаешь, вот буквально вчера я читаю, я с интересом узнал, что один источник, вот этот Безостой один, приписывает в институту Вавилова, то есть конкретно Вавилову. Ну, ребята, ну, господин Лукьяненко никогда от Лысенко не отрекался. Никогда. Он от него не отрекался и всегда говорил, что его выдающиеся успехи введения новых сортов, они были основаны на идеях Мечуновской школы. В первую очередь, на идеях, на идеях, собственно, и Лысенко, в том числе. Вот. Мы возвращаемся к ситуации, связанной с собственной научной составляющей. Значит, гипотеза на тот момент, которую остановили генетики в Лысенко-Маганинских школах, они стояли о следующем. Что клетки бывают соматические и половые. Значит, что соматическая клетка, то есть все остальное, берут и охраняют половую клетку, но никак на нее не влияя, на наследственность. То есть наследственность передается путем мутации. То есть у тебя произошла какая-то случайная мутация, после этого у тебя возникает... Наследственность передается путем гена, генома. Хорошо. А мутации, которые происходят в геноме, они передаются по наследству. Да. И они происходят, и после этого у тебя особи, у которых эта мутация каким-то образом вредна, они вымирают. Те, у которых эта мутация полезна, она оказывается... Жизнеспособна. Оказывается, жизнеспособна, но это дело закрепляется. Таким образом, существовал тезис по поводу того, что жизнь, собственно, живого существа, на ее генетический материал никаким образом не влияет. Представитель Мечуниской ноги на большом количестве экспериментального материала это тезис опровергания. На самом деле, вроде бы похоже, что генетики правы, да? Ты берешь, если человеку берешь, отрезаешь ногу, то это не означает, что потом у тебя будет только одна нога. Да? В ни в коем случае. В ни в коем случае. А происходит все как бы... Вот эта такая особенность, она не закрепляется. Сессия восхнили. Я всегда говорю, что она начинает, в первую очередь, этот эксперимент. Потому что представители генетической обычной школы, они тоже начинают обвинять Лысенко и Мечуническую школу во всех тяжких грехах. Начинать надо с эксперимента. Эксперимент был предложен следующий. Это, значит, заключительное слово Лысенко на восхнили на знаменитой сессии Академии наук. 48-го года. Значит, берется помидор, в нем берется один помидор, у которого лист имеет форму такой же похож на картофельный, а плоды красные. Берется второй сорт помидора. У него две листья рассеченные, а плоды желтые. Теперь первый используется как подвой, второй используется как привой. Но они состоят, значит, один прививается на другой. Вопрос. Возможно, между этими раздельными существами, то есть раздельными видами, какое-то генетическое взаимодействие. Да невозможно. Это то же самое, что если человеку много року или ногу отпилить, у него потомство это дело не будет закрепляться. Результат. В подвойе. Среди большого количества плодов начинают появляться, значит, не только те, которые были с самого начала, которые были листые, красные помидоры. Но еще, кроме того, оказывается, что там появляются шесть плодов, где листья желтые, то есть как у привой, и листья рассеченные. Но первый аргумент состоит, у них произошло предпросное плодотворение. Но при предпросном плодотворении смена цвета плодов не происходит. Таким образом, мы видим странную ситуацию, что когда привой влияет на подвой, и его характеристики передаются, конечно, по наследству. Сказали генетики, что этого быть не может. Но парадокс состоит, что именно с точки зрения генетических исследований это дело легко и объясняется. Например, Баба... Современно, кстати. Да. Макленток в 1986 году получил за это Нобелевскую плену. Могу объяснить, чем там дело происходит. То есть через 40 лет получается? Да, да. Эти первые эксперименты еще в 30-х годах были сделаны. Раньше генетики объяснить не могли, считали, что это невозможно. А теперь можно. То есть на тот момент, мы же занимаемся философией техники, то есть получается, что вот их очень много, вот с подвоем, привоем, Мичурин этого дела, этих экспериментов. И все его школы настроили кучу. Они видели, что берут два различных вида, один привойт на другого, и меняется потомство, обладающее свойствами кого-то другого. Таким образом, генетический материал, вот это же, да, это способ выведения новых сортов. Мой подводит он, не мой. Он основывался был на какой-то... То есть теория была феноменологической, просто не видели, что это... Да, теория была... И генетика тогдашняя, на тот момент. Для него это было... Объяснить не могу. Объяснить не как мыло. А потом это смогли сделать. Я могу объяснить даже, как это происходило. Оказывается, в отличие от наших живых клеток, у нас каждая клетка, она самостоятельно запнута в живых существах. То есть морских свинок, людей, там, черепашек, у кого-либо еще. У растений, они как бы все между собой соединяются там специальными такими ульстицами. То есть у тебя оказывается, что внутриклеточное вещество, цитофлазма, оно может свободно относительно путешествовать по всей этой структуре. Таким образом, когда ты прививаешь какое-то растение другому растению, у тебя оказывается некая общая жидкостная система. И у тебя есть материчная РНК, которая свободно путешествует по этой цитофлазме. И оказывается, существует другой процесс, который позволяет вот эту информацию от РНК перезаписывать в ДНК. Уже, собственно, непосредственно в геном. То есть, таким образом, у нас получается, что генетический материал может спокойно переходить от одного до другого. Это большое количество Мичуринской школы, когда они этот способ использовали на практике. Примерно за 50-60 лет до того... То есть, объясните, они это не могли, почему это работает, но... Да, до того, как Барбара получила Нобелевскую перемену за это дело. Но они это дело использовали. Это была абсолютно мертвая ситуация. Вот берем еще другую ситуацию. И, конечно, там был академик Жуковский, который оставил планете весьма низкой генетики. И когда ему это дело покасали, тем более, что за день до последнего заседания вышла статья Жданова в правде, которая запрямила генетику, он, конечно, в этом деле покаялся. Он сказал, что он теперь тоже будет Мичуринскую науку вызывать, потому что у него уже показали эксперимент. И статья Жданова опять в правде вышла. То есть, фактически, на самом деле, противостояние было между вот этой Мичуринской наукой и старой генетикой? Да, и генетикой, которая не знала ни ДНК, ни чего-то. Да, которая на самом деле мало что могла объяснить и мало что получала в опрасе. Да, старую эту генетику буквально чуть ли не ногами топтали. Например, там был такой тезис, оказывается, например, у черешни и вишни, оказывается, количество хомосомов заключается в два раза. Поэтому тогдашние генетики утверждали, что если мы добьемся в два раза увеличения количества хомосом и черешни, то мы получим вишню. Но это не так. То есть, Мичуринцы взяли и добились увеличивающее в два раза количество хомосом. Они вишню не получили. Двое-то нашли дикую вишню, у которой там вообще какое-то маленькое количество хомосомов, но она при этом вишня. То есть, их топтать ногами можно было где угодно. То есть, фактически, противостояние, то, что в фильме описывается и в романе, противостояние между генетиками и вот этими теориями феноменологическими, можно рассматривать как просто становление некого рода науки, в которой на самом деле есть разные представления. Одни опираются на экспериментальные данные, на феноменологию. Говорят, Мичуринцы так называемые. А вторые как бы на теорию опираются. Преиментальные эксперименты тоже говорят. Только зарождачиваются. Да, нельзя здесь говорить о том, что какая-то одна партия уничтожила другую. Скорее, просто речь шла о том, что есть некое родное противоречие в период становления науки как таковой. Потому что власть поддержала одну из этих партий, и, соответственно, остальное просто физически стало уничтожать. Физически она не уничтожала. А куда эта информация, что она что-то физически уничтожила? Ну, из фильма. Кого она уничтожила? Вавилов погиб в тюрьме же, правильно? Вавилов не поэтому погиб, господа. Вавилов, потому что считается, что он был членом крестьянской партии в 1940-м году, далеко до здесь этой воскнил. И он не за счет своих генетических ситуаций. Тимофей Фрисовский, он там тоже сидел. Сидел в шарашке в Берии, да, плохо сидел. Сидел в шарашке в Берии. Ну и что? Так это же не было репрессиями как таковыми. Там действительно кого-то убрали с кафедры, кого-то... Один человек действительно хочет жить самоубийством. Большинство из них с административных должностей вернулись в науку, просто начали спокойно заниматься наукой. После этого, так называемой генетикой. Ничего подобного не происходило. Если сравнивать эту ситуацию, так называемую погром генетики по своим результатам, то он примерно был не сильнее, чем архитектурного погрома Руна-Крущева. То есть результаты примерно были одинаковые. Даже в случае погрома генетикам гораздо меньше. Потому что эти погромы называемые, они, в этом смысле, нашу науку в этом направлении настолько остановились, что мы просто никогда не смогли догнать тех же американцев и Европу, которые в этом направлении продолжили развитие. Генетики, как и в нашей стране. Биология китайская наступила 20 через 25 лет. Извини меня, это все-таки другие условия. В Китае много чего сделал за последние 10 лет. Хорошо. Ты хочешь сказать, то есть ты к учебникам этим присоединяешься, что у нас плохая биология по той простой причине, что у нас был лысинг. А страна у нас, знаешь, почему она отстала? Потому что татаро-монгольской игой была. Да, да, да. И каждый раз можно найти причину, почему все у нас так плохо. Дело в том, что мы отстаем в генетике и молекулярной биологии, отставали во всяком случае. Ну и сейчас это понятно, и все советское время отставали. Это факт. Ну где же они отставали? Я же только что приводил примеры, например, с Безоста-1. Ну не отставали, по крайней мере, по практическим результатам. Вот это работа... По вегетативному... По вегетативному возложению растений, вот это самое. Из случайного выбора материалов, которые у тебя под руками валяются, можно поставить ракету. Только некоторые делают это, так сказать, по-другому немножко и летают дальше и быстрее. А некоторые, как мы, скрещивали, так сказать, и пытались на основе скрещивания... Ну вот, вот. Получается, что тут научили мы один этот сорт Безоста, и все. Это неправда. А наука при этом вставала? Очень много было сделано. Очень много было сделано. Объяснить-то мы не могли. Мы просто тупо брали и скрещили. А они что могли бы? По большому счету... Они брали геномы, и на основании этих геномов выращивали геномодифицированные продукты. Да, и в каком году это бы наступило? Важно, что к этому пришли. Не мы пришли. Это получилось в 80-90-е годы. Владимир, в каком году это очень важно? Вы что, это 40 лет тому назад или два года тому назад? Это очень важно. Как так неважно в каком году? Не важно в том смысле, что мы к этому так и не пришли. А они пришли, потому что они пошли по отдельному пути. Я хочу сказать, что в 80-м... Это то же самое, как в науке. Есть теория, та же эта самая, физическая теория эфира. Можно с точки зрения эфира пытаться объяснить явление физики. Но кто-то отказался от этой теории. Эйнштейн сказал, что, извините, эфира нет. И результаты все-таки разные. Можно было, конечно, идти по теории эфира и пытаться что-то там строить. Может быть, даже мы что-то и построим. Только, извини меня, базовое знание приведет к разным впоследствии результатам. То же самое в генетике. Да, наверное, можно было что-то делать на Мичуринской основе и даже что-то получать. Но сути происходящего мы бы не так и не поняли, что и произошло. А генетика, да, она, возможно, что-то не могла объяснить. Но суть, суть. Она поняла правильно, что есть геном, который является ответчиком за все происходящее дальше. И с этим нужно работать. А Васильенко это написал? Ну, я так понимаю, что Васильенко это не принимал. Он сказал, что, грубо говоря, можно... Я не знаю, не могу сказать точно, принимал или не принимал по поводу генома. Но мне кажется, что геном он не принимал как-то. То, что является переносчиком информации в живых организм. Я так понимаю. Ну, неправильно, понимаешь? Володька, Игорь пытается разрушить штабы, которые были... Ты неправильно, понимаешь? А, да, да. Ты берешь... Пересказываешь и пересказываешь. Да. Тинограмма... Пересказываешь и пересказываешь. Тинограмму он в сессии воскнил в этот самый, с 2008 года. Заключительное слово. Откуда я тебе по помидору только что рассказывал. Итак, Лысенко говорит в ту же самую ситуацию, что мы, господа, ни в коем случае не отрицаем того, что значительная часть так называемой информации переносится посредством хромосом. Мы хромосомную теорию не отрицаем. Это он говорит. Просто мы утверждаем, что тезис, который состоит в том, что исключительно при помощи хромосом и соматической, то есть история жизни этого живого объекта, то есть его биография, не влияет на его дальнейшую жизнь генетическую, мы это отрицаем. То есть мы выступаем в качестве отрицания вот этого самого догматического утверждения. Он ни в коем случае... Зачем для этого нужно было уничтожать носителей тех знаний, которые... Как он уничтожил? Он просто ученый был. Если их уничтожали, то ты мне расскажи. Как их уничтожили? Я могу говорить только на основании того фильма, который сделал. Это и есть пропагандистский штамп. Но опять же, кто сидел в тюрьме? По поводу Вавилова, ему брали показания, он твердо утверждал, что никаких, ничего по поводу его антиправительства и деятельности он не знает, ничему это не известно. Никаких показаний против Вавилова. Он не давал против своего учителя. Проблема у Вавилова настояла из двух моментов. Во-первых, он был золотым мальчиком, раз, и зачем-то он связался с политической деятельностью. До сих пор этот материал не открытый, непонятно. Его обвиняли же официально в создании этой крестьянской партии. Ну, извините меня, у нас в 37-м году обвиняли, в чём духу людей не обвиняли. Во-вторых, Вавилова возглавлял программу создания селекции и повышения урожайности, по-моему, в 35-й до 38-й год. Эту программу он успешно провалил. Ничего нового созданного не было. По повысению не удалось. После этого эту программу возглавлял Волстенко. Ему удалось достигнуть выдающихся результатов. Вот в чём дело. Он и был его просто заместителем в тот момент в институте. Нет, вот этих результатов он достигнут. Поэтому, ещё раз я повторяю, никакого фундаментального этого репрессий не было. Не было репрессий как таковых. Действительно были репрессии, знаешь почему? Потому что был фашистский режим, и при нём вот эта генетическая теория была создана специально по по поводу идеи вот этого Мюллера, оплодотворения женщин, спермы и членов политбюро, как бы членов ЦК, да, специально ЦК выступала против. В это время в школах появилось такое течение, как педология. Педология, она состоялась, что все успехи и неуспехи детишек пытались вести их к генетическим всевозможным свойствам. То есть у них разные свойства такие. То есть что сейчас так и делают? Что партия против этого Васильевна выступала. Она говорила, что важнее того, как их обучали. Естественно, партия не может оказаться в следующей роли. Давайте так просто закрепим. Смотрите, вот есть два способа объяснения того, каким образом, допустим, взять человека. Каким образом человек становится человеком. Первый способ. На генетическом уровне всё запрограммировано. И человек в процессе своей жизнедеятельности просто реализует эту генетическую программу. Это первое объяснение. За это объяснение как бы радуют все расисты, фашисты, националисты и прочее. Второе объяснение, на самом деле, что, конечно, есть какие-то генетические основы, но тем не менее, человек становится человеком благодаря культуре, благодаря своему конкретному личному опыту и прочее. За трудолюбие, жизненному опыту и прочее. Развитию. То есть обществу. Обществу и прочему. То есть в внешнем условии. Так вот, разница между генетиками, вот этими, против которых выступал Лысенко, ну, в частности, с которыми спорил, скажем там, и самим Лысенко. И состоит в том, что Лысенко точно так же не отрицает генетическую основу. Он говорит, что большое значение для растений имеет его вот личное… в том, каким становятся растения. Вот в чем разница, на самом деле. Концент. И смотрите… То есть Лысенко был сторонником комплексного подхода, да? В смысле, да? Он, например, сделал выдающийся, я считаю… В чём партии? Ну, потому что, с точки зрения партии, человек является человеком только потому, что он живет в обществе и, соответственно… Потому что у него партия рулевой. Да, партия рулевой, да. Ну, грубо говоря. Что он на основании своей стадийной теории развития растений? Он, например, есть… Следующая проблема про близкоросленное скрещивание. Ну, действительно. Тебе есть там пшеница или что-либо ещё, и когда она со временем специфика своего сорта скрещивается, её качество… материалы ухудшаются постоянно, да? Безкореско-срочно. Что он на основании своей стадийной теории придумал? Он предложил скрещивать её тоже с ним с собой, но при этом у тебя пшеница эта, допустим, выращивалась в разных условиях или в разных стадиях своего развития была. В разных условиях она сделала. И тогда это чудо, да? Я считаю, что это чудо. Оказалось, что негативных последствий имбридинга вот этого нету. Согласитесь, что на основании генетической теории это безумие. Но ведь оно же… у тебя генетический материал никак не зависит от биографии. Конечно, никак не зависит, да. А тут получается, что если они растут на одном поле в одинаковых условиях, у тебя есть негативные последствия бридинга. А если ты их выращиваешь в принципиально разных ситуациях, одну, например, пытаешься вырастить с весны, а вторую вырастить с осени. И потом что? И скрещиваешь их между собой. Нет, просто факт состоит то, что… У тебя по качеству и у тебя негативных сторон имбридинга нет, до сих пор ты использовал все не точнее в сиже. Ну, с другой стороны генетики это можно понять. Когда пшеница растет в одних условиях, соответственно, ее генетический хромосомный набор работает другой. Ну, другой, другой. Это мы тебя понимаем. Это мы тебя понимаем. Нет, я понимаю. Мы тебя понимаем, что в зависимости от условий у нас могут включаться и выключаться различные гены, допустим. Да. Что у нас есть такая операция… А когда произошли мутации, которые… Не мутации, никаких мутаций. Меделирование. То есть у тебя оставляются метки, которые показывают, что этот ген сегодня работает, а этот работает завтра. Да, и такое возможно. Не, ну и закрепляется же в процессе поколений. Некоторые изменения, которые вызваны внешней средой, закрепляются генетически. Да, да. Это то, что сейчас мы понимаем. Но я хочу сказать, что на тот момент подобного рода представления, да, такие, что у тебя на самом деле история жизни живого объекта влияет на его наследственность, они прямо противопостояют тогдашнему генетической теории, то есть эсимонизмом в организме. И причем они правильно обвиняли эту вот старую генетику? Да, в большом счете и та и другая теория является просто, в неком смысле, а разными сторонами одной теории. Она говорила как и так, так и другая. Нет, суть и вопрос в чем состоит? В чем плоха вот эта вот старая генетическая теория, которая все относит к генам? Что действительно на основе нее можно обосновывать любой фашизм и расизм, правильно? Да. Потому что, если какой-то народ, например, африканский является отсталым народом, то это ведь результат просто того, что вот его генетическая основа просто является какой-то, ну, какой-то отсталой. И она не может дать ничего другого, кроме того, что дала. Да, да, конечно. Да. И поэтому теории, которые основываются на старой генетике, они, как бы, отказывались фашистскими. И поэтому обвинение этой теории, как бы, в том, что они способствуют фашизму, она правильная. Возможно, поэтому они не влияют в нашем государстве, поскольку подход к государству был принципиально другой, что, так сказать, направляющая сила партии является той силой, которая делает людей людей. И все идеологические вещи. Просто мы пытаемся же понять. Нам уже на самом деле важно, как что мы пытаемся понять, о чем люди говорили. Почему люди... Мне кажется, вот такой, во все-таки вопрос проясните. Действительно, в сороковые, ну, восьмидесятые, восьмидесятые годы какие реальные достижения в области молекулярной биологии числятся советскими учеными? Я таких не знаю. Они числятся, о чем есть? Ну, так, а, это значит, причины этого были, так сказать, в предыстории, так сказать, видимо, в этой борьбе, которая развернулась, там, в тридцатые, сороковые годы. А почему? А может быть, да нет, она может и будет история, но вполне возможно, что у тебя нормальные ученые были в Хущевское время практически уничтожены. Как? Кем? Физически уничтожены? Нет, почему? Ну, было же гонения на Мечуевскую науку, почему не на Хущев? Такие же ровные? Нет, ребята, объяснять, на самом деле, какими-то гонениями успехи или неуспехи науки, это неправильный подход. Конечно же, большое значение имеет школа, да, ничего не скажешь, традиции какие-то. Но нельзя только так объяснять, что то, что наша наука, после того, как в этой всей эпохе, там, репрессии прошли, тем не менее, у нас все равно уже ничего не сделано. Она где-то в 50-60... Люди новые родились, правильно? Когда она освободилась? В году 59-м-то, полностью. Потом, правда, его вернули немножко небольшой сон, потом снова убрали. Ну и чего? Это лукас-то, на самом деле. Может быть, это и не так. А чего она не воспарила тогда? Они же не были физически уничтожены. Они занимались наукой на своих вещах, на своих кафедрах. Просто они перестали быть, типа, журмака, а не кого-то еще. Высшими руководителями? Руководителями перестали быть. Министраторами быть. Представители обычно... Но они остались... Извини меня, у тебя... На исследование не выделяют денег, не выделяют средств, не оказывают государству этому поддержку. Какие могут быть достижения? Какие могут быть достижения? Прежде всего, в этой стороне шампу. Почему... У Лысенко-то они настолько велики были эти достижения-то? Почему они же настолько были громадны-то? В чем у него достижения-то? Да я тебе перечислял это. А что вы говорите, Лисополосы? Вы что, для нашей страны, Лисополосы, это вовсе. В чем здесь наука? С пылями на это. А эта вот работа Алексеева и Лысенко по поводу наследования при воре и подворе растений тоже является классическим? Правильно. Это с нами практически все достижения. А, собственно говоря, теорию-то как развивали хоть капли? Не видно, чтобы развивали? С теорией, да, было хуже, конечно. Есть, наверное, причина того, чтобы потом никаких достижений не было. Тебе никто не мешал забрать... У тебя ДНК в тот момент не было открыто. Потом открыли ДНК, пожалуйста. Вот у тебя есть теория. ДНК открыли в 1944 году. Ну, вообще, да. Ну, то есть здесь я была в Восханиле. Вот, пожалуйста, ты Лысенко убрали в 1959 году. Кто тебе мешает развивать науку в тот момент? Ну, понимаешь, уже... 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 Сильно отстали. Допустим, люди, которые... Как ты говоришь, их уничтожили, они остались на своей карте. У Китая, у Китая-то совсем ничего не было. Вообще ничего не было. Вообще ничего не было. Вообще ничего не было. Китай, Индия. Вообще эти страны... У нас сейчас молекулярная биология в высочайшем уровне. Япония. Она не высочайшем, но количество публикаций в научных журналах в сотни раз превышает. Количество публикаций не говорит об уровне наук. Не будем... Наука не говорит никак. Говорит никак. Нет. Давайте мы как-то по кругу и конкретизируем вопрос, о котором мы говорим. Пускай автор тогда закончит свою тему, а дальше уже каждый выскажется как-то так. А то мы не говорим беспредметно. Ну что тезис-то основной? Тезис основной состоял в том, что Лысенко на него вешают всех собак. Говорят, что он именно уничтожил науку в нашей стране. А это не так. Я хочу сказать, что все это было странно. Нам иногда излагают, что есть некая генеральная прямая линия. Эта генеральная прямая линия, она есть и в ракете генеральной прямой линии. Нам говорят, что одна научная теора побеждает другую на основании сравнения с экспериментом. Мы видим странную вещь, что везде группа Лысенко, то есть из вас в НИЛ, она была в практическом смысле гораздо успешней. Критика ее по отношению к генетике была убийственна на тот момент. В общем, экспериментальная критика. Экспериментальная, да. Та самая научная критика, какая должна была быть. Она была абсолютно убийственна при всем этом. Но при этом, как мы теперь понимаем, как ни странно, именно, собственно, генетическая вот эта линия, ответственная орган, которая прошла сквозь ситуацию детства или чего-то, она позволила на нынешнем своем этапе все вот эти многие очень мичуринские вещи объяснить, хотя далеко не все. Вот мы с ними теперь можем объяснить. Смотрите, как очень смешно получается. Люди же, например, автор «Белых одежд» или кого-то, пытаются вешать на Лысенко всех собак. В том числе. Валитизируют ситуацию. Да. То есть как раз все прямо наоборот. То есть его оппонент, не он… Ему-то просто он взял два гибрида, два сорта, один прибил на другой и показал людям результат. Ну что ты с ним этим делаешь? В романе же и в фильме даже есть там факт, там издеваются же над Лысенко. Вот в лесу где-то находили какое-то там… Что в лесу тоже иногда происходит такое прививание. Ну вот как-то там естественным путем. И кто-то там доказал, что это на самом деле благодаря каким-то бактериям происходит там. Да. Это как сейчас это делается. Сейчас так называемая геноинженерия, она построена на бактериях, да. Потому что есть некоторые бактерии, которые для собственного отряда бактерий, для собственного удобства научился изменять геном растения, на котором оно поразитирует. Теперь такое дело. Не меняют геном этой бактерии, а потом эта бактерия меняет геном растения. Это вот нынешний геноинженерия. Причем-то самое интересное, что и в фильме, и в романе проведена линия, да, что вот истники и люди в белых одеждах, настоящие ученые там готовы отдать свою жизнь там на благо там Родины, там идеи и прочего, да. А есть как бы вот такие вот приспособленцы, да, вот такие жулики, там, от науки, там, значит, сами на самом деле ничего не умеющие, только кроме лозунги какие-то выдвигать, да, и которые вот уничтожают вот этих людей в белых надеждах. Да, и воруют у них сорта. Воруют у них сорта. И как бы где, это же на самом деле ничто не иное, как вот идеологизация, да, вот ситуации. Чтобы все было прямо наоборот. То есть представители обычно, у них результаты, у весьма организмской школы, они были практически нулевые, близких к нулевым. Мало чего удалось достигнуть. Потому что их тогдашняя теория… Нет, там объясняется так, что им не давали достигнуть, их уничтожали, да, в буквальном смысле там, репрессиями. Поэтому они не успели дать эти результаты. А те результаты, которые дали, украли вот эти… Да, да, да. Ну, конечно, ничего подобного. Ничего подобного. То есть существовала действительно ситуация… Но я хочу сказать, что Лысенко обычной вот этой генетики, с этим всем этим делом, он ее ни в коем случае не отрицал. Все это наследство связано с хомосомами. Не отрицал. Он к этому многократному вопросу возвращал, в том числе сессии Воскрим. Он просто показывал, что на тот момент в эсманистском организмской теории, она выглядела чрезвычайно однобокой и не противоречила большому количеству экспериментальных факторов. Ведь она же прямо… Не противоречила, а не могла объяснить. Ну, она прямо противоречила, она же прямо говорила, что тебе невозможно. Вот тебе академик бедненький эксперимент ставил. Брал курицу, пересаживал у них яичники. Белой курицы пересаживали от черной курицы и делали… И склеивали с белым петухом. Вот сейчас смешно стоит. Потом, что цыпля, 9 штук белых, 11 штук пёстрых. Потом брали опять-таки черную курицу, пересаживали личник от белой, склеивали с черным петухом. Получали 12 пёстрых. Чем он здесь работает? Она тем, что у каждому гену соответствует свой ген. И возникает знаменито медицинское расщепление. То есть, если у тебя доминатный ген, то или соседний. И что у тебя через поколение, у тебя может проявиться не в следующем поколении, у тебя должно быть медицинское расщепление. Никакого здесь их не происходит. Теперь-то мы понимаем почему. Вот было большое количество скандалов. Это к большому количеству людей, то есть буквально миллионам людей это сильно испортило жизнь. Встречаются мальчик и девочка с голубыми глазами. Создают семью. У них рождается ребёнок. Ребёнка карие глаза. Мальчик хорошо учился в школе, устраивает скандал. Как так? Такого быть не может. У меня голубые, у тебя голубые. Это не мой ребёнок, не мой сын. Потом, когда привез к генетическому определению отцовства, начали разбираться и видят. А он является отцом. Он уже почти отказался. Он является фактическим отцом своего ребёнка. Разрушенные семьи, жизни, судьбы. Вот на основании вот этой самой… Примитивной теории генетической. Да. Начали разбираться, выяснили, что на самом деле дело обстоит следующим образом. Что у тебя не один ген, отвечающий за эти свойства, а целых шесть. А поскольку они удвоенные, всего двенадцать. И для того, чтобы у тебя не были глаза карие или зелёные, тебе надо от трёх и больше. Это что означает? Что если у тебя, у человека, как у меня, там, светлые глаза, это означает, у меня либо таких генов, либо ноль, либо один, либо два. Если бы было три, у меня глаза были бы карие. Я представляю, я могу встретиться с девочкой, у которой тоже будут голубые глаза. Ну, в сумме у нас будет, потом, так можно сложить ситуация, что их будет четыре. Два от меня и два от… Ну, это понятно. Из чего, значит, будет карие глаза, значит. Случайное… Мне кажется, случайное падение. Да. Ну, те-то, тогдашние весьманисты, марганисты, они за законы медиа для жизни готовы были отдать. Нет, вообще-то ещё недавно историки обсуждали, что вот карие глаза занесли монголы в Европу, что все в Европе были, голубоглазые. Я говорю, Саша. Ну, Ницше, например, он же говорит о белокуре и бестее. Ну, имел в виду, что, как бы, настоящий ариец, он же голубоглазые и светловолосые. А что вот это вот черные волосы и карие глаза – это восточная примесь, да? Которую занесли там монголы, там, варвары и прочее. А в твоём объяснении сейчас получается, что это не так. Да, да. Что у двоих голубоглазых людей, что не имеет никого никакого доминантного и не рецессивного… Да. То же самое, что у двух белых людей может добиться черный мальчик. Нет, ну нет таких наций, у которых… Потому что, если где-то у кого-то в предках был негрой. Соответственно, они остались и… Нет, логика – это другая. Ты больше можешь сказать, что где-то у кого-то рецессивный ген существовал. Здесь речь идет не о рецессивном гене. Они так начали решили, что карие – это доминант, а голубой – это рецессивный. Мы даже в школах так… Да, мы в школах так… … биологию такую учили. Так вот, ничего подобного. Не, просто вспомните все примитивные теории наследственности, которые ещё в 19 веке ходили, да, которые, кстати, и были… это было основанием вот всех этих российских теорий. Но в том числе ignored… Да, в том числе и Ницше, да, и… Они как раз и стали в том, что вот определенного рода внешние признаки человека там, они определяются как бы наследственностью, да. И, как бы Выбер… Например, Ницше говорит о том, что вот что-то вот какой-то. Вот такой тип вот людей ему больше нравится, голубоглазый такой, светловолосый, вот ему это больше нравится, да, если видит он, как бы что-то там как-то другие привезти, почему-то… Если черный волос, как говоря, у черных глаз-это, это как бы для него почему-то там… ему не нравится, да, то, значит в этом участвуют какие-то другие, другая наследственность, типа плохая наследственность. У него даже такой, даже можно встретить в его трактатах что-то такое намеки на плохую наследственность. Да, не намеки, а почему? Нет, ну есть частота появления. Если у тебя в своей местности все блоглазые и светловолосые, то понятное дело, что... Я возвращаюсь к этому самому. Чертловолосы здесь не появлялись, откуда они могли взяться, если они есть только там. Соответственно, они оттуда пришли. Они не могли здесь появиться ниоткуда. Тут-то все понятно. Ну вот я возвращаюсь. То есть мы видим, что тогдашние представления генетики, они были вот такие. И мы вот, например, с глазами разобрались, сравнительно недавно, может быть, лет 20 назад, как это дело происходит. И на самом деле очень много интересных вещей. Но тем не менее, вот эта генетическая теория, как таковая, она оказалась верным. Это очень смешно, согласитесь, да? То есть у тебя есть некая теория, в которой там в бэкграунде всего лишь несколько экспериментов с Горохом, то есть Менделем. Подставляющая большинство экспериментальных фактов ей противопостоит. Кстати, а почему вот с Горохом получалось? Потому что у них там такое иногда бывает, что когда одному гену действительно создаётся один признак. Такое встречается очень редко, но вот с Горохом получилось именно так. То есть опыт и Менделем – это на самом деле исключение какое-то, да? Да, это скорее редкое исключение. Таких живых существ, то есть растений, очень мало на самом деле. Я в каком-то статье видел, Миронов, он автор, я не помню, он называл какое-то число, оно было очень небольшое. Оно было очень небольшое. Это большое исключение, когда у тебя происходит всё согласно вот этой когнитивной генетической теории времён Менделя. Потом сам Менделе, он же поставил эти эксперименты, он был священником, где-то их опубликовал и их забыл. И уже к концу, буквально уже лет через 20 опять его об этом вспомнили, что это имело отношение к тогдашней практике. У них действительно были определённые. Они вот действительно смотрели под микроскоп, видели, что хромосомы вот так расходятся, что на хромосомы что-то, ничто не влияет и всякое прочее. На этом основании они пытались построить, но противопостоящая им школа, то есть, например, Мичуринская в России, она на большом количестве фактического материала, экспериментальных данных показывала, что это не всегда так, точнее, это иногда далеко не так. Что один ген, один признак – это неправильное соотношение. И мы сейчас это понимаем, что это не так. То есть, у меня просто люди, которые основывались на мичуринских идеях, они на самом деле теории-то не имели, действительно, страны права. Да, они теории не имели. Но зато они следовали опыту феноменологии, которая была налицо, которую генетики отрицали. Да, и это то, что они показывали на экспериментальном факте, оказывалось, что прямо противопостоит генетическим исследованиям, предоставлением того времени. И это очень забавно, почему мы занимаемся философией науки и техники, почему нам это очень важно видеть. Мы видим, что правильная теория, которую принято считать правильной, ведет не как всепобеждающее учение. А оно по каким-то условиям как-то существует в ситуации, когда на протяжении десятилетия, а именно полувека, прямо противопостоит большому массиву экспериментальных данных. Которые не может объяснить. Тем не менее, она ее как-то сохраняет, и в конце концов наступает развед, как это сейчас произошло. Я думаю, что если покопаться во всем, в теориях Лосенко, во всем внимательнее, Мичурина, всего остального, там найдется очень большое количество фактов, которые мы современные генетические представления обозрить не можем. Вот если бы какой-то был генетик, взял бы вот эту всю свою книгу, как я делаю с курицей, и там с ламандрами, и чем-то еще, там выступало несколько десятков академиков, в основном они были в нечурнском направлении. Они переводили не идеологические факты, это надо дежурско понимать, а экспериментальные факты. Потом, как Беринке, он там 8 или 9 в своем небольшом выступлении, когда уже он тратит по абзацу. И он приводит, которые противопостояли весьма низким органистам точки зрения за этот момент. Вот это очень важно, видите. И вот это очень забавно. Мы должны вот эту ситуацию, функционирование научной теории, прямого противоречия с экспериментальными фактами, должны ее зафиксировать и понять, почему. Потому что нам очень важно в дальнейшем не потерять эту теорию. Представьте, появилась такая теория физики. Она прямо противопостоит, допустим, большому количеству экспериментальных фактов на сегодняшний день. Ну что-то там объясняют. Так вот, чтобы ее не затоптали, чтобы ее сохранить, и мы могли ее проточить, с этим надо как-то работать. Как и произойдет. В истории физики я вот подобных примеров-то что-то и не знаю. Да я тебе кучу могу объяснить. Почему? Теория эфира до сих пор на самом деле. Нет, нет, нет. Вот тебе... Развивает ее, даже вообще не теория. Я тебе говорю. Обычные эпициклы, так называемые, да? На тот момент эти... Птолемеевская теория с эпициклами, она гораздо лучше описывала, чем теория, скажем, Коперника. Точнее, надо говорить. Точнее. Да, точнее. Но тем не менее, как бы отказались использовать теорию Коперника. Вот тебе, пожалуйста. И на протяжении веков это было именно так. То есть неправильная теория, как мы сейчас понимаем, с эпициклами, она описывала действительность гораздо точнее и лучше. Ну, важно на самом деле, с другой стороны, показать, что все-таки у вот этих мичуринцев, так называемых, да, никакой теории не было. Да, и все-таки они на самом деле, просто они действительно, вот для них были важные результаты, и они пытались как бы на основании каких-то опытов, экспериментов, чисто феноменологически, да, чисто путем подбора там и селекции, там, вывести какие-то новые сорта. Это им удавалось, да, и это хорошо. Но с точки зрения развития дальнейшей науки, как бы, это был несколько тупиковый путь. Ну, непонятно, им не дали. Ну, скажем, непонятно, да. Потому что, еще раз, он обычной генетикой, он не отрицан. Дело в том, что даже те агрономические какие-то новшества, о которых ты рассказываешь, опять же, имеют чисто практическое значение. Практика, конечно же, для нашей страны в те времена имела огромное значение, да, и вообще говоря, одна из целей была науки, и она была поставлена даже перед этими, перед учеными, чтобы они свои, вот, свои какие-то технические новшества и нововведения, научные какие-то достижения, они могли бы внедрить в практику. В принципе, такая задача стояла. И только такая наука тогда приветствовала. Но на самом деле, как показывает вот история, да, важно также развивать эти теоретические исследования, которые, может быть, непосредственно никакое практическое значение не имеют. Та же вот самая генетика, да, которая... Которая много не занимается улучшением жизни человека. Которая, может быть, не давала никаких практических... И далее того, многие... Практической пользы. Многие успехи ЛСН какие-то внутри сортового встречи, чего она прямо запрещала. Да, но тем не менее, на самом деле, вот это был тот путь, да, стяжневой, который вот в современных условиях является уже, вот, дает уже огромное практическое, имеет огромное практическое значение. То есть, его просто значение практически отсрочено было. То есть, надо было пройти некий путь, чтобы до конца выяснить, в чем же там суть. Путем путь, это проб и ошибок, путем построения каких-то теорий, как бы, там, и уточнений и прочее. А вот путь, вот, Мичуринский, да, вот этот путь, да, селекции, он, конечно, до сих пор возможен, наверное, но... Слышит практика. Да, но он не дает никаких научных результатов. Ну, практически дает. Практически дает, но научных не дает. А на самом деле, у нас так устроено, да, вот, наша наука, что она всегда требует именно теории. Если теории нет, вот, вот, вся вот эта феноменология, она имеет слабый... Ну, как бы, со временем оказывается, что она не дает ничего. Потому что она слишком сложна, она слишком дорога, как бы, чтобы ее развивать. Мы всегда стремимся выработать некую, создать некую теорию, на основе которой потом мы можем получить практическую пользу. Собственно, вот эту хомосомную теорию следственности Лисенко не отрицал. Я не говорю, что он ее отрицал. Я говорю, что он, собственно, вот его направление не дал никакой теории. Ну, ему не дали теоретически. Потом его, когда убрали со всех постов, он там еще вместе с этим самым... Если у вас взгляды, они принципиально не могли теорию у них бы привести? Какая может быть? Нет, еще раз говорю, я не отрицаю. Сажать веса в полосы, где тут теория? А для того, чтобы заниматься вегетативной гибридизацией растений, нужна одно-другую сортовую скрещение? Нужна? Нет, не нужна. Тебе нужно просто правильно скрещивать идея с этим. Нет, ну, феноменологическая теория нужна. Теория, таковая нет. Если у тебя господствующая теория прямо запрещает против того скрещение. Причем, если это сейчас не об этом разговорит. Говорит о том, что, грубо говоря, там... Если бы как бы я его занимаюсь... Сажайте весной или сажайте летом. Ты пойми, если бы группа генетинга... Понимать, почему нужна весной, а почему летом, это совсем другое. Подожди. Сказать сажайте и понимать, почему... Ну, большая, что я понимаю. Давайте как-то просто закончим, что хотел сказать. Я хотел просто сказать, что... Не надо отрицать заслуги Лысенко, да. И не надо также здесь политизировать ситуацию. Как будто бы вот кто-то, когда один там пытался из злокозных каких-то своих целей, там, уничтожить другую партию, да. То есть одна партия стремилась уничтожить другую. На самом деле надо рассматривать этот процесс как процесс становления науки, да. Была некая теория генетическая, да, против нее были какие-то феноменологические факты, да, которые указывают, что теория неверна. Или, по крайней мере, неполна. Ну, ладно, смотри, тут какая вещь. Одно дело, конфликт между научными школами, да, между Лысенко-Мичуриным, там, и Бусманинским, конечно, с другой стороны. Не дали забывать, что это происходило в нашей стране, так сказать, в 30-е, 40-е годы, когда постоянно, так сказать, искался образ врага. И, естественно, этот конфликт был властью, в общем, так сказать, видимо, сильно разогретый, так сказать, использован для идеологических целей, так сказать, для... Еще раз, как бы, теперь я со своей стороны просто скажу, что на самом деле вот эта генетическая теория в своем чистом виде, да, что все определяется генами, на самом деле, является фашистской. На самом деле. Потому что указывая на то, что африканцы до сих пор живут там в шалашах, это означает, что их гены какие-то неполноценные. Если все определяет гены, и мы видим, что какие-то народы живут в шалашах, там, и африканцы до сих пор голые бегают, и не достигли никаких цивилизаций, это означает, что у них гены какие-то неполноценные. Но это же простой вывод. Отсюда просто напрямую следует. И люди, которые не занимались наукой, которые занимались политикой, это тоже понимали. Вот и все. Генетики ранее, тех времен, они узнавали такое, что все определяют гены? Да, да, да. Я же рассказывал про генера. От того, что гены определяются не означают, что, грубо говоря, люди, которые живут в Африке, они неполноценные, потому что у них гены другие. Как означает? А почему они так живут в поколении? Почему европейские народы, даже азиатские какие-то народы все-таки достигли цивилизационных достижений, а вот африканские народы как были на примитивном уровне, так и остались на примитивном уровне? Как это объяснить? Грубо говоря, есть компьютер, компьютер везде одинаков, что в Африке, что на другой планете, он одинаков. Важно в том, что ты в этот компьютер какую программу ты запихаешь. А программа уже запихивается с отношением, грубо говоря, между двумя компьютерами или внешней средой компьютера. Компьютер, то есть генетический набор, он не важен в данном случае, он определяет физическую потенциальную возможность. Дальше возможность. То есть у тебя мозг, грубо говоря, одинаковый, что у негра, что у белого. Еще раз объясняю, ты пытаешься критиковать эту генетическую теорию. Структурно одинаково. Но внешние условия оказывают, конечно, влияние на заполнение этого, грубо говоря, мозга информации. Все правильно, ты критикуешь эту теорию, я же ничего не говорю. Я говорю, что существовала теория, и до сих пор некоторые люди придерживаются этой теории, что если все определяется генетически, если все определяется наследственно, то то, в каком находится состояние определенного рода, народы, национальности и так далее, определяется просто чем? Не их внешней жизнью. И то, что их внешняя жизнь тоже определяется, определяется всю наследственность. И то, что отдельные народы, какие-то немецкие там, народы там, живут в цивилизации, а какие-то американские народы живут примитивным образом, определяется наследство. Да, тебе надо самое главное... И ты можешь сразу показать. Пороться с этими вырожденцами и избежать скрещивание с ними. С ними нельзя, это не низшие расы есть, есть высшие расы, есть низшие. Из правильных посылок просто делаются неправильные выводы. Но это ты пытаешься критиковать. Они все так делали. Я же не отвечаю, что это делали. Я говорю, что просто это делать не надо. Нет, а то речь идет, а почему здесь идеологически вывод? Да, откуда идеологическое возникло здесь? Идеологическое возникло из-за того, что у нас в стране была руководящая партия. Давайте не будем про стране. Давайте все-таки пытаемся понять, почему люди так думали. Неважно, как партия была или не партия. Люди понимали прекрасно, на самом деле, что из простой генетической теории следуют определенного рода выводы. Упрощать надо эти выводы. Что значит упрощать? Ну, если они в те времена царствовали, и фашизм не на ровном месте же возникло. Но только что поменяли. То, что было принято, это то же самое, как про чашку сказать, что она должна быть такой формы. И все остальные чашки это уже не чашки. Вопрос не в этом состоит. Мы все прекрасно понимаем, что такая примитивная теория не верна. Вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит в том, что в те времена она в определенных странах была господствующей, стала господствующей. Потому что она выгодна. И до сих пор некоторые люди считают, что на основе этой теории выдвигают какие-то свои российские идеи. До сих пор. Она выдвигает, да. И что? То есть она все равно ползущим образом продолжает развиваться. Именно отсюда и возникает понимание того, что невозможно было не перевести вот это вот противостояние мичуринцев как бы и эсманистым органистам в эту идеологическую область. Невозможно было не перевести. Да. Потому что другие люди, противники, точнее фашисты ее переводили в эту область. Ну потому что действительно теория, которая является генетической, она настолько глобально и настолько действительно фундаментально подходит к проблеме вообще живого, что любой неосторожный вывод из нее может быть тяжелым. Минуточку, но дело в том, что так называемые фашистские теории можно же и выдвинуть совершенно как бы не стоя на точке зрения вот такой примитивной генетики. Если мы даже предполагаем, что все складывается из как бы сочетания генотипа и фенотипа, то если условно говоря у какой-то народа, допустим, какой-то очень плохой генотип, да, то при прочих равных условиях, так сказать, два народа условно говоря одного плохой генотип, другого условно говоря хороший, да, а внешние условия примерно одинаковые. Получается, что с которого плохой генотип, он меньших достижений достигнет. Ну как ты этот опыт идти кушать? Да, считать, что именно так оно и было. Ну как, есть, грубо говоря, в немцы, есть венгры, есть санкцузы, есть поляки. То есть, в принципе, живут в поляне одинаковых условиях. Но разные народы достигли разного результата в итоге. Я хочу сказать, что вопрос в следующем состоит. Вопрос состоит в том, что развитие человечества на такой территории, как Земля, на самом деле, происходит неравномерно. И можно это объяснять на основе различных теорий. В частности, есть объяснение на основе генетической теории. В частности, другое объяснение на основе внешних условий. Например, в Африке внешние условия были более благоприятны, чтобы не развивать цивилизационные вещи. Не надо было бороться с природой там особенно, когда и так все уже росло, плюнуло, там выросло. Когда там бананы кругом висят, там сырва, я там не хочу видеть. И другое дело, когда людям, северным народам приходилось постоянно бороться с природой, и постоянно приходилось к этой природе приспосабливаться. Но стоит сказать, что касается Африки, я бы не сказал, что там такие уж замечательные природные условия. Это сейчас. Просто, как бы, вся цивилизация, как бы, наша, все человечество зародилось в Африке. Это сейчас, да. Сейчас там уже, конечно. Появление одежды – это же было грандиозным достижением человечества. Для нас это само собой разумеющееся. Мы даже считали, что подхладный племоти живет лучше. Оделся и ходи, а тогда будут появить одежду. А в Африке можно без одежды было ходить. Просто тогда там были и другие условия, климатические. Люди же разошлись, то есть воздействия там в удобных климатических, а то, что потом ушли в Африку, и там перестала вода, и они там стали умирать. Просто сейчас люди сделали условия в средней полосе, грубо говоря, очень подходящими для жизни. Потому что есть одежда, есть дома, есть отопление. И нам стало казаться, как они там в Африке живут без кондиционеров. Если взглянуть на голенького человечка, то условия в Африке, конечно, гораздо лучше, чем для европейцев. Понимаешь, у тебя, Стас, есть представление о прогрессе как одной линии. Как будто… Не правда. Ну хорошо, не правда. Я тогда буду рассказывать, что… Есть представление у людей, что прогресс – это некая одна линия, и все по этой линии проходят, все народы. И тогда получается так, что те народы, которые по пути этого прогресса уже на вершине находятся, да, они могут взирать как бы с этим… С презрением. С презрением на те народы, которые этот путь не прошли. Но на самом деле, да, вот, и в этом состоит, собственно, идея мультикультурализма, да, что пути много. И некоторые… Нет одной какой-то генеральной линии. А есть разные пути там. Есть культура там, я скажу, японская, есть китайская культура, есть, скажем, какая-нибудь европейская, типа немецкая или французская. Если это какой-то путь особый, допустим, русский там, допустим, путь, иудейский, и прочее. То есть, на самом деле, путей много. В этом состоит смысл культурализма, что нельзя народы сравнивать напрямую, выставлять их в некую единую линию, да, и говорить о том, что одни почему-то… В отличие или отсутствие кондиционеров? Нет, одни почему-то более выдающиеся, а другие менее выдающиеся. Ну ладно, короче. Ну все, да. Это у меня вопрос вот этот. Да. А что, Мичуринская, так сказать, школа и вот это направление, оно что, до товарища Мичурина вообще в мире не присутствовало? Присутствовало, конечно. Вот эти эксперименты, скажем, с федеративной гипернизацией делались задолго до… Нет, ну федомиология была-то задолго, конечно, до всякого рода науки. Так а в чем заслуга тогда, собственно говоря, вот эта, ну, Мичурина и его школа, и почему у нас… В большом количестве выдающиеся практические достижения. Вообще, селекция человечества занималась селекцией все на протяжении всей своей истории. Интересно, почему он принципиально? Что он так… Ну, взяли, ну, как… В чем… Когда взяли научные методы и применили для того, чтобы эту селекцию ускорить. Селекция стала упасть и сломать ее ногу, да. Ускорить? Селекция, что ли? Ну да. Еще раз говорю, для того, чтобы ускорить селекцию, мы применяем научные методы. В этом и суть, как бы, того, зачем нам нужна она. Вопрос заключается в том, что, интересно, почему на Западе теория генетики была почему-то воспринята очень спокойно и легко, и никаких… Ну, как же легко, ну, фашисты, народы… Так уж и легко… Нет. В том смысле, что генетика стала, да, это было воспринято, да, это так и есть. То есть, никто не цеплялся за Мичуринскую теорию и не пытался доказать, что это не так. Возникла идея существования геномов и хромосомы и передачи информации. В том же… Три-четвертых эксперимента, которые представляют, это эксперименты западных ученых. Американских, европейских… Так, понимаешь, все равно та же Америка и Европа, они приняли учение… Да, тоже противостояли прямо генетику. Да, генетики они приняли, даже несмотря на то, что результаты были другие. Ну, там это было принято легко. А у нас это было отвергнуто и… Володька, я не знаю, насчет отвергнуто, это слишком… Ничего там отвергнуто не было, да? Вопрос состоит в том, на самом деле, что если мы посмотрим на 19-19 века, допустим, на таких философов, да, в кавычках крупных, типа низших, то на самом деле многие его философские выводы, которые сейчас просто народ обожает, да, они просто основаны на примитивном понимании, что такое, как бы, наследство. Потому что есть, как бы, благородные народы, да, благородные расы, а есть, почему-то, какие-то низшие расы, да, которые… Есть благородные расы, должны господствовать над низшими. И вот эти все выводы делались вот на примитивном понимании, что такое наследство, да? Без разбора того, без всякого рода научного обоснования. Просто почему-то там, вот так понравилось почему-то… Вот Миша говорил как? Он говорил, вот посмотрите на греков, посмотрите на римлян, да, посмотрите на нас, европейцев. Мы достигли вершин. И посмотрите на этих, на восточные эти народы бестолковые, да, посмотрите на африканцев. Они деграданты. Да. И у него проблема состояла в том, что как бы мы деградантами-то не стали, как бы Европа не стала… Да, поэтому, как бы, на самом деле… Это уже… Подожди, подожди, послушай, не торопись. Это же применение теории. И крестьянство он рассматривал, почему он проклятие крестьянство-то бросал. Как в восточную теорию, которую евреи кинули, да, вот, в расу вот этих белокурых бестий европейских, изначально, да, вот, изначально некого… Некой сильной расы. И этим самым эту расу, как бы, пытаются уничтожить. То есть это был своего рода такой хитрый ход, да, вот, востока против запада. Я понимаю. Так вот, и этот примитив до сих пор не цепулирует, как некая великая теория, понимаете? Я понимаю. Получается, дело было в этом паусе, все прямо наоборот. То есть, возможно, есть шанские представления, там, особенно ставим Киплингом или кем-либо еще где-либо еще. Нет, там много народу было там. Это там Зимель был там… Да, во всех тогда белых народах. То есть они потребовали вот этой генетической теории, да, вот такой. Именно по этому Менделя взяли и страхнули с ним пыль, где-то там нашли, и генетика, как корресплина, начала… Была востребовала, да? То есть все оказалось наоборот. Сначала некая идеологическая концепция по поводу господства Высших Радов, а потом под нее начали пробивать уже соответствующего рода теорию. Ну, тут сложно знать, что первичное, что вторичное. Ну, это похоже, как марксизм тоже двигался. Так вот, получается, что вот с Диазбвалом здесь соглашусь. То есть сначала идеология, а потом уже теория. Идеология была, потому что идеология, я так понимаю, в некотором смысле проще, чем увидеть гены и хромосомы. То есть наука в том виде, в каком практически она взяла отношения, чем философия. А у нас, поскольку идеологически… Идеологически… Установка была немножко другая. Если пара с фашизмом была важна. Да. То есть тогдашним. Империализм и национализм и всеми возможными вещами. То у нас именно поэтому Мичуновская школа тоже получила свою официальную поддержку. Да. Как противорез. Именно как противорез. Как противорез, да. И она давала удивительные еще фактические результаты, в отличие от генетической теории того времени, которое не давало никаких фактических результатов. Помимо разгадывающих мехафон там… Поэтому это не выглядит смешно, как он в фильме показывает, что да, получается, что как будто бы это какая-то парфанация, да, и науки, да, там… Ищуринцы обвиняют в фашизме генетиков, а генетики такие в белых одежде сидят понурые, типа вот они такие святые, да, вот их обвиняют непонятно в чем. В самом деле, если так вдуматься, то это не профанация, это на самом деле борьба идей. Понимаешь, вот есть некоторые вот светлые идеи, да, из которых следуют светлые выводы, а есть вот идеи вот темные, да, у которых на самом деле и выводы следуют темные. Вывод. Я, я. Практика доказала тоже словить темных идей. Нет, дело не в этом. Практика доказала, что на самом деле где-то истинно-то посередине, что нет такой примитивной генетики. Да, конечно. Но успех… Очень интересный успех какой-то научной теории, вот, часто он определяется не чисто научными достижениями, а… Идеологией. Идеологией. Идеологией, да. Потому что несчастный Мендель, а с его несколькими горохами, его экспериментами, никто бы и не знал еще 20 лет, еще бы еще 50-70 лет. Никто бы о нем и не знал. Если бы не был мощный идеологический запрос со стороны Запада на эти самые вещи. Идеологией. Мы об этом и говорим, что на стране поэтому так нет развития, потому что у нас идеологическая установка немножко другая. Мы строим социализм во всем мире и считаем, что все равны. Поэтому, так сказать, а генетика, которая говорит, что немножко по-другому, говорит, что немножко другое. А сейчас ведь тот же самый запрос присутствует. Да. Идеологически. Но по поводу того, что одни раз как бы более благородные, преимущественные по сравнению с людьми. Ну почему есть же у тебя этот толерантность и политкорректность? Ну сейчас вот как бы нет. Сейчас возникает повсюду идея оспорить этот мультикультурализм. Что на самом деле есть некая благородная единая линия, опять очередная, прогрессивная и так далее. В лице запада и американских. Ну это просто, нет. Просто идеологически всегда очень выгодно опираться на некоторую роду теорию, которая научно что-то там доказала. Как говорят любят, агличане там доказали и все. И потом какой-нибудь вывод там. Вот. Для того, чтобы оправдать какие-то свои действия, в том числе и политические, нужно вот какое-то обоснование. Вот обоснование такое опять пытаются найти. Я, вы знаете, что сказал на завершение, как бы опять же, для того, чтобы провести какую-то аналогию. На самом деле, марсизм, возможно, как вот Игорь высказывает идею, что тоже так же возник. Что вот видели люди, что вот почему-то рабочие страдают. И нужно было создать теорию, объяснение, почему это так и что надо сделать, чтобы они не страдали. То есть люди видели, что надо революцию хочется вообще сделать. Не сняли, как устроен мир, а задача состоит в том, чтобы его изменить. В этом, то есть, возможно, причины и следствия здесь, они надо поменять местами. Что сначала как бы следствие, что надо мир изменить, а потом уже придумываются теории, как это сделать. Ну все, да? Да, возможно. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.